Мне понравилось, хочется еще больше бубнов, это как-то прям мощный поток шел, наконец-то нужно как-то отдыхать, а то бубн замирает и все, и пульсация прекращается, хоть можно как-то еще, понимаешь, что это опасение через какое-нибудь место. Ну, как по мне, сегодня было даже слишком иногда много бубнов, как-то перегруз был немножко. Ну, на свежем воздухе, да, у костра, конечно, там было более целостно и долго. Хорошо, я хочу задать вопрос, что пережила, что понравилось сегодня? Я, наоборот, два. Мне понравилась, в принципе, вот, как раздельно, скажем так, прежде всего, я с раздельным звуком, раздельно, я бы хотела бы вам больше. Угу, хорошо, благодарю. А тебе что понравилось? Покой. Покой? Прекрасно. Я так люблю людей, которые в центре урагана чувствуют покой. А тебе что понравилось? Весело. Весело. Весело, интересно. С юмором. С юмором, с танцами. Прекрасно. Очень хорошо. С цыгами, с милой. А что вынес для себя? Какой результат? Я это правильно хотел. Хорошо. Я тебя поздравляю. Тебе что понравилось? Да мне все понравилось. Что бы ты хотел зафиксировать как результат? Вот эта вот, как сказать, спокойность, уравновешенность, что ли, вообще меня расслабило. Хорошо. Я бы хотел в этом состоянии сколько-то еще. Хорошо. Благодарю тебя. Ваше слово. Отчетельное. Ну, в связи с тем, что у меня жизнь вообще кардинально меняет свое русло, так сказать, в деятельности, я наконец-то начинаю раскрывать свои потенциалы и идти каким-то уже тем путем, в котором я действительно хочу укореняться и прорастать. Я бы хотел, чтобы энергии сегодняшних потоков медитаций и звуков направили меня сильным ветром именно по этому направлению, чтобы как бы сомнения, которые закрадываются в уме, не смогли сбить меня с курса, так сказать, чтобы ветер, дующий в мое намерение, так сказать, созданный этой медитацией, этим потоком был сильнее, чем какие-либо... Порывы, сомнения моего ума, да? Да. Да. Дременно. Собственно, как-то спасибо. Славно. Славно. Вот, еще хотел добавить то, как еще применяется, ну, то есть, те практики, которые мы в зале получаем опыт, то есть, там, на йоге, на каких-то там мастер-классах, это потом важно применять в обычной жизни, иначе эта практика, она, ну, когда... Практика – это практика, а жизнь – это жизнь, это значит, что практику надо выкидывать, она, значит, не работает, вот, все должно применяться в нашей жизни, то есть, мы все это научились, и она, ну, для чего это должно быть. Вот, и здесь, как можно, допустим, работать, то есть, через джем, увидели мы, что есть три пути к решению. Первая задача – это можно решить так, ну, допустим, стоит стена, ее можно просто там взять молоток, сломать, перепрыгнуть через эту стену, там, ну, направо, как правило, то есть, это грубая музыка через вот эти вот, через барабаны, примитивные ритмы, то есть, можно так подействовать. Можно эту ситуацию решить по-другому, то есть, с напором, ну, уже как-то вот, ну, более тонко, что ли, подойти к этому. И можно по-филоскровски, то есть, а вот думать, так, знаешь, что тебе нужно, да, эту стену преодолеть. Ну, есть люди, которым эта стена нужна, и тогда нужно решить, то есть, вот, вот, джеми, когда мы соединяем соединенный поток, надо, знаешь, подумать о том, что о других, чтобы было и тебе хорошо, и тем людям хорошо, чтобы, ну, для наивысшего блага, как бы, всего мироздания. Ты решаешь задачу твою, исходя из этой задачи, чтобы было всем максимально хорошо. То есть, для этого, ну, это, как раз, состояние медитации должно быть, то есть, посоветоваться со своим высшим Я, со своей совестью. Вот, кто общается с Богом, значит, с Богом общается, он получает ответ и тогда уже действует. Ну, как бы так. То есть, я думаю, когда начнут на таком, по такому же примеру, законы у нас принимать, тогда порядка больше в стране будет. Рис. Продолжение следует...